Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто. События и происшествия Гомельской области» в материалах наших корреспондентов. Граница, автомобиль, тело в багажнике. Пограничники задержали мужчину, который вез в сумке гражданку Туркменистана. В Мозере судят разбойника, который напал на женщин. Известно от двух потерпевших. Инсценировал сотни ДТП и наварил 160 тысяч. В Гомеле рассматривается дело автомошенника. В деле убийства таксиста 34-летней давности поставлена точка. Подсудимый получил 15 лет лишения свободы. Когда заезд на тюбинге – смертельное занятие. Алексей Немкевич разбирался в опасных развлечениях подростков. О безопасности детей поговорим с прокурором города Гомеля Юрием Булынко. А также светофор «Не помеха», сумасшедший трактор, авария в пустыне и прихожанка, чудом избежавшая смерти у подножия храма. В рубрике «Я очевидец». Не переключайтесь. Как и всегда, начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. Когда очень хочется домой. В пункте пропуска «Веселовка» при оформлении выезда из нашей страны автомобиля ВАЗ с российскими номерами внимание гомельских пограничников привлекла большая сумка в багажнике. Все дело в том, что поклажа подавала признаки жизни. В ней оказалась 22-летняя гражданка Туркменистана, которая с помощью своего соотечественника таким способом рассчитывала пересечь границу. Выходцы из Центральной Азии задержаны. Значит, административный процесс. Откровенное селфи за 5000 российских рублей. Поклонник шантажировал жительницу Жлобина публикацией ее интимных фотографий. Воздыхатель угрожал разослать их всем ее друзьям в одной из социальных сетей. Девушка обратилась в милицию. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Суд Музырского района рассматривает уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в свершении разбоя. Жертвами преступника, ранее судимого за грабеж, стали две женщины, Выбрав безлюдное место, злоумышленник подбегал сзади, затем с угрозами и применением насилия отбирал ювелирные украшения и деньги. После первого нападения мужчине удалось скрыться, но во второй раз его практически за руку задержали сотрудники вне ведомственной охраны. В суде Центрального района Гомеля рассматривается многоэпизодное уголовное дело в отношении владельца СТО, который инсценировал дорожно-транспортные происшествия ради страховок. Общий ущерб, причиненный действиями мужчины, составил более 160 тысяч рублей. Следствие приняло меры по обеспечению возмещения ущерба. На имущество обвиняемого наложен арест на суммы свыше 150 тысяч рублей. Также следователи допросили более 50 свидетелей, изучили документацию нескольких страховых компаний. К материалам уголовного дела приобщены заключения фототехнических экспертиз автозапчастей. Обвиняемому инкриминируют кражу в крупном размере и мошенничество. В Гомеле вынесли приговор за убийство таксиста 34-летней давности. Согласно материалам дела, двое пассажиров в феврале 1984 года напали на подвозившего их водителя. От полученных повреждений он скончался, а злоумышленники похитили из автомобиля всю выручку. Раскрыть это преступление тогда правоохранителям не удалось. Однако у следственно-оперативной группы появились следы ладони неустановленного лица, которые спустя годы совпали с отпечатками мужчины, арестованного за грабеж. Им оказался житель Речицкого района. Суд согласился со всеми предоставленными следствием уликами и признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима с конфискацией. Большинство дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходят в темное время суток. Статистика показывает, что в осенне-зимний период аварийность повышается в несколько раз. Заботятся ли люди о собственной безопасности и как им в этом помогает ГАИ? Для автомобилиста заметить ночью человека или телегу на краю дороги достаточно сложно. Особенно если пешеход без фликера, а повозка без отражателей. Один из последних эпизодов, пополнивший скорбную статистику наездов, произошел в Кармянском районе, где около восьми вечера 42-летняя женщина-водитель, управляя Сузуки Витара, столкнулась с гужевой повозкой, не обозначенной световозвращающими элементами. Женщина-водитель при разъезде с встречным транспортным средством совершила наезд на гужевую повозку под управлением 43-летнего водщика, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия водщик получил телесное повреждение и был госпитализирован. Основная проблема заключается в том, что зачастую пешеходы и велосипедисты полагают, будто бы водитель автомобиля видит их и без необходимой осторожности движутся вдоль проезжей части, либо пересекают ее. В то же время сидящий за рулем водитель слишком поздно замечает препятствие, которое при свете встречных фар сливается с темнотой. Решить эту проблему помогает световозвращающий элемент, или как его в народе называют фликер. Однако, как показывает практика, не у всех этот дорожный оберег имеется при себе. Чтобы восполнить этот пробел, областная госавтоинспекция провела в пригороде Гомеля профилактическую акцию. Добрый вечер! Добрый вечер! А у вас, мы смотрим, фликер есть, да? Есть, да, фликер. А у вас фликер есть? Иду за фликером. Очень часто происходят наезды на пешеходов. Ну, я... Поэтому световозвращающий элемент нужно носить всегда. И даже если вы переодеваете, например, куртку, да, то световозвращающий жилет у вас должен быть. Если пешеход обозначен фликером, то водитель его заметит не менее чем за 150 метров. А если нет, то за 25. В таком случае хорошо, если скорость небольшая. А если нет, реакция водителя пешехода может не спасти. При наличии фликера риск наезда уменьшается на 85%. Выехав за город, мы удостоверились, что абсолютное большинство сельских жителей соблюдают это нехитрое правило дорожного движения. Вручая светоотражающие ленточки, инспекторы еще раз напомнили о безопасности. Темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости пешеходов, также велосипедистов и водителей грузового транспорта, очень тяжело заметить на дороге. Особенно, если они не обозначены световозвращающими элементами. Поэтому основное усилие сотрудников госавтоинспекции уделяется именно данной категории граждан. Потому что более половины случаев дорожно-транспортных происшествий связаны именно с данной категорией граждан. Поэтому вот такие вот акции, это своеобразного, скажем так, рода профилактическая мера для предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Плохая компания, негативное влияние интернета, наркотики и алкоголь. Это лишь самый короткий список опасностей, которые угрожают современным подросткам. В успешном будущем детей заинтересованы не только родители, школа, но и государство в целом. О том, как уберечь свое чадо, репортаж Алексея Немкевича. Густой дым и работающие пожарные расчеты. Чтобы потушить этот склад в Гомельском районе, пришлось привлекать не только спасателей, но и добровольные пожарные дружины. Огнем было уничтожено около 200 тонн сена. Это то, что удалось собрать аграриям этим летом. Как станет известно позднее, виновником пожара стал местный школьник. Для него эти каникулы закончились уголовным делом. Во время зимнего отдыха отличились и малолетние любители пиротехники. В больницы региона попали сразу несколько юных подрывников. Приходится констатировать, что в это время большинство из них находилось в сопровождении родителей. Так, маленький ребенок пострадал от бенгальского огня, значит, глаз получил ожог. Кроме этого, получили травмы дети, это пальцы, рук. Ну и также травма, которая была получена в результате взрыва петарды, это повреждение ноги. Стоит здоровье, может, и, казалось бы, безобидная с виду забава. Например, буквально захлестнувшая нашу страну во время зимних праздников волна нового развлечения. Речь идет о катании с горок на тюбингах. Количество пострадавших уже идет на десятки. Точные цифры пока неизвестны. Однако врачи говорят, что такого всплеска травмированных не помнят уже давно. В списке тех, кто оказался в больнице, в основном дети до 10 лет. Полученные травмы опасны тем, что последствия ударов не видны, особенно если они приходятся в область головы и позвоночника. Мам, Никита, я тоже еще упал. Отметим, что чаще всего кататься дети приходят на склоны, которые находятся рядом с водоемами. Некоторые горки и вовсе выходят на лед, толщина которого, как отмечают специалисты освода, неоднородна. И случаи с провалившимися уже есть. Один из них произошел совсем недавно в районе речного порта. Попытались перейти, сократить путь к парку, попытались перейти участок реки. Пробуя на прочность лед, один из них провалился. Благодаря тому, что наша дежурная служба вовремя заметила этих ребятишек, они вышли по открытой воде на катере к этому месту провала, и дети остались живы. Чаще всего в такие ситуации попадают те, кто не знает, чем себя занять. Родители не имеют понятия, где находится их чадо. К слову, согласно результатам последних исследований, например, отцы на воспитание детей в будни тратят всего 9% свободного времени. Это примерно 21 минута. Чтобы будни детей стали безопасными, родителям необходимо поучаствовать в организации досуга своих детей. И еще раз напомнить детям правила безопасного поведения в различных ситуациях. Если с вашим домовладением рядом находится водоем, то напомните своим детям, особенно в зимнее время, о том, что игры на нем небезопасны и могут привести к трагедии. А также номера телефона службы спасения 101 или 112. Еще одна важная тема, относящаяся к подросткам. Это употребление наркотиков. Хотя эта проблема стоит сегодня не так остро, как несколько лет назад, она по-прежнему актуальна. Например, совсем недавно милиционеры задержали в Гомеле 17-летнего парня и 16-летнюю девушку. По версии следствия, молодые люди работали на один из интернет-магазинов по распространению психотропов. Позже в ходе обыска по месту жительства девушки обнаружены изъяты еще 100 граммов аналогичных веществ, а также весы и упаковочные материалы. Затем сотрудники милиции обнаружили уже сделанные ими закладки на территории города Гомеля и Могилева. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Отметим, сегодня различные службы стараются максимально занять школьников и тем самым оградить их от неприятностей. По мнению специалистов, если свободное время ребенка не заполнено вниманием родителей, кружками, секциями и факультативами, он старается заполнить его на свое усмотрение. И не всегда правильно. Алексей Немкевич и Евгений Махеенко специально для программы «Дефакто». Дети не ищут опасности, а они просто играют. Порой их любопытство берет верх над рассудительностью, и тогда поступки заканчиваются неприятным уроком. Именно в пору каникул с детьми чаще всего приключаются подобные истории, и не всегда они с хэппи-эндом. О безопасности детей в этой студии мы поговорим с прокурором города Гомеля Юрием Булынко. Юрий Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какова статистика получения травмы и гибели детей от внешних причин в прошлом году? Ну, если говорить по прошлому году, то у нас было 5 фактов смерти детей от внешних причин. Если говорить о травмировании, то у нас традиционно в городе Гомеля фиксируется порядка чуть более 6 тысяч факт получения детьми травм. Это, конечно, 90% из них это бытовые и уличные травмы и не связанные с тяжелым вредом для здоровья. Но, к сожалению, есть и факты тяжелых увечий, когда дети в результате своего неосторожного поведения очень серьезно травмируют свое здоровье. Скажите, если сравнивать с периодом десятилетней давности, то каковы тенденции, что изменилось? Ну, я бы так сказал, что количество травм у нас негка снизилось, а количество смерти от внешних причин практически не меняется за годами. То есть это тот минимум, который, в принципе, наверное, трудно изменить. Если брать статистику с 2009 года, у нас есть такие года, когда эффектировалось по 2 случая, 3. Но, к сожалению, например, в шоковом определенной степени для нас был 2017 год, когда у нас было зарегистрировано 11 случаев смерти детей от внешних причин. Каковы эти причины, из-за чего гибнут все-таки дети? Можно их обобщить, либо есть главные причины? К сожалению, традиционно, конечно, у нас есть факты гибели детей в дорожно-транспортных происшествиях. Если говорить о прошлом году, то у нас было 2 таких случая. Они не произошли не на территории города Гомеля, но это были наши дети, поэтому мы, скажем так, регистрируем эти факты. У нас один несовершеннолетний ребенок погиб в Российской Федерации, и второй подросток на трассе Минц-Гомель погиб в дорожно-транспортном происшествии. К сожалению, конечно, у нас есть и факты суицидов среди несовершеннолетних. У нас и в прошлом, и позапрошлом году было по одному слову такому случаю. Погибают от асфиксии, когда дыхательные пути закрываются либо продуктами пищи, либо какими-то игровыми предметами. Но это, скорее всего, уже какие-то исключения из общего количества. Ну да, к сожалению, в прошлом году у нас ребенок поперхнулся при приеме пищи. К сожалению, он играл при этом, то есть что и послужило таким, скажем, условием, которое поспособствовало этому. То есть он играл и кушал одновременно? Да, и кушал одновременно, да, и пища попала в дыхательные пути. Я так понимаю, что в таких случаях важно, чтобы родители на это обращали внимание, вот именно и предупреждали подобные явления? Ну, я бы так сказал, что любой факт гибели несовершеннолетнего, конечно, это в определенной степени вина родителей и взрослых. Я бы даже так сказал. Не только родителей, но и в целом взрослых, которые окружают их. Дети, по сути, свои бесстрашные. У них отсутствует чувство самосохранения. И чем младше ребенок, тем у него это чувство самосохранения не развито абсолютно. Они не боятся ни высоты, ни огня, ни опасных предметов. Они не отдают себе отчет о том, что то или иное оборудование или та же машина, которая там стоит во дворе, да, она может причинить им вред. И, к сожалению, в дальнейшем, да, вот это вот незнание детей или халатное отношение, если так можно сказать, их к этим предметам, оно приводит к тяжким последствиям. Ну, конечно, именно по невнимательности, неосторожности в основном происходят эти неприятные случаи. Сейчас зима, да, и с этим периодом тоже связаны многочисленные опасности для детей. Какие именно? Ну, традиционно, скажем так, конечно, это и в летний период, и в зимний особая опасность представляет вода. В летний период это купание, да, в зимний это выход на лед. Ну, у нас сейчас стоят сильные морозы, что позволило, наверное, там более-менее сформироваться ледовому покрытию, хотя традиционно все равно он представляет повышен опасность. Это могут быть лунки, прорубленные рыбаками, либо там вот сейчас период будет крещенских морозов, традиционно будут рубиться проруби, да, для купания. Это в любом случае опасность. И дети выходить на лед без сопровождения взрослых не должны, ну, категорически, я бы так сказал, запрет этот должен быть. Особенно опасны водоемы, где есть проточные течения, да? Да, это особенно опасно, потому что моментально ребенка затягивает от полыньи куда-то в сторону. Взрослые люди... В случае в Добрском районе, вот мы его видим на экране. У нас, к сожалению, взрослые люди гибнут при таких же ситуациях и не могут себе помочь, а дети в этом плане гораздо более беспомощны. Что касается, например, пожаров, то какова здесь статистика? Ведь это тоже чрезвычайная ситуация, в которую могут попасть дети. Конечно, но опять же, в этой ситуации, когда речь идет о пожарах и всем, это халатные отношения взрослых. Это пускай не умышленная вина, да, на причине... Даже игра со спичками, обращение с электроприбором. Да, в любом случае, это либо халатная самих игра детей, которая приводит к таким тяжким последствиям, да, либо виновные действия взрослых, которые не обеспечили функционированное нормальное печное оборудование, отопительных приборов. У нас причинами пожаров выступают и такие факты. К счастью, у нас не было в последнее время. Не фиксировались таких случаев. И все они анализируются очень тщательно. У нас в прошлом году был случай, когда у нас на пожаре погибло 3 человека в железнодорожном районе. И так, скажем так, по воле случая несовершеннолетние, которые проживали в этом доме, в тот период находились, ночевали в другом месте. То есть эти факты очень тщательно анализируются. Поверьте, принимаются жесточайшие меры, если устанавливается вина чьих-то лиц, да, по... Ну вот, например, озвучьте, какие меры принимаются, чтобы телезрители знали? Ну, опять же, одно из основных направлений в работе смотровых комиссий, в которые входят сотрудники и милиции по чрезвычайным ситуациям образования, жилищно-эксплуатирующих организаций, это проверка надежности, скажем так, печного электрооборудования. Если это дети родителям, по крайней мере, настойчиво предлагают установить автономные источники пожарной сигнализации, для того, чтобы если были какие-то факты зановления или что-то еще... Огонь не распространяется моментально, и возгорание не происходит моментально, да? То есть существует постепенное образование, да, очага пожара. И те же автономные пожарные извещатели не позволяют. У нас большинство пожаров ночью происходит. Очень часто вот читаю в сводках, что пожарные извещатели спасы жизнь человеку. Там дочь, сына услышали, разбудили, как правило, дети слышат почему-то пирами. Очень полезные с точки зрения безопасности вещи, которые действительно помогают предотвратить трагедии. Хорошо. Вот первая декада января завершилась, но все еще мы слышим на улице взрывы петард, ракетниц. Как в этой ситуации обстоят дела? Если говорить о статистике, то у нас немножко лучше ситуация по сравнению с предыдущими периодами. Конечно, любые петарды – это источники крайне повышенной опасности, и которые могут причинить очень существенный вред для здоровья человека. В этой связи с сотрудниками правоохранительных органов ежегодно в период подготовки к зимним праздникам проводится огромная работа по изъятию контрафактной продукции, которая не отвечает предъявляемым требованиям к пиротехническим изделиям, которая, как правило, чаще всего и приводит к неблагоприятным последствиям. Эти петарды взрываются в руках, не успели дети их поджечь, и взрослые, к сожалению, да. То есть сотнями тысяч наименований изделий, то есть в количестве эти петарды, изымаются ежегодно. В этом году дети... Были факты, были четыре случая у нас травмирования, произошло в период новогодней ночи, один взрослый, трое несовершеннолетних. Ну, опять же, в данной ситуации я бы это все отнес к недоработкам со стороны родителей. У нас, например, один несовершеннолетний ребенок схватился с бенгальский огонь, который унижал родителей в руках. Дети, я уже говорил, они беспрашны, они не понимают, что это может привести к тяжким последствиям. И те же петарды для них это веселый салют, да, с которым им интересно поиграть. Но родители... Можно предугадывать их действия. Конечно. Родители в первую очередь должны обеспечивать их безопасность, особенно если речь идет о подрыве петард. Скажите, проблема безнадзорности детей или беспризорности существует сегодня в Гомельской области, в Гомеле? Нет. Я бы сказал, что она уже, в принципе, давно утратила... Дети теряются, уходят из домов? Дети уходят из домов. И у нас, например, за прошлый год таких фактов зарегистрировано даже чуть больше, чем за 2017. Но я бы сказал, это больше связалось с не вопросом проблемой беспризорности детей, а с тем, что у нас стали более бдительные родители. Если стоит ребенку задержаться на какой-то, даже пускай не очень продолжительный промежуток времени, родители беспокоятся и абсолютно правильно делают. Эта ситуация вызывает сотрудников милиции. Такой факт уже фиксируется. Как случай ухода ребенка из дома. Ну, ребенок находится через 15 минут в соседнем дворе, он немножко задержался, скажем так, после школы. Фактов, когда дети реально там сбегают из дома в связи с какой-то неблагоприятной обстановкой или еще чем-то, они на самом деле единичны. Они все подвергаются очень тщательному расследованию с точки зрения наличия какой-то психотравмирующей обстановки в этой семье. И сразу же принимаются меры, если есть необходимость, даже ставится вопрос об отобрании таких детей. Но опять же, хочу сказать, это случаи скорее исключения из правил, они единичны. И, по сути, как таковой, скажу, проблемы создания неблагоприятных обстановок, когда дети убегают из дома, у нас ее не существует. Юрий Валерьевич, большое вам спасибо за конструктивный и полезный разговор. Пожалуйста. Телезрителям напомню, что в студии программы «Де-факто» вместе с прокурором города Гомеля Юрием Булынко мы обсуждали вопросы безопасности детей. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий и интересного видео, снятого людьми со всего мира. В Индонезии автомобиль дважды попал под поезд. Сначала на переезде, а затем в стороне от него на железнодорожных путях. В легковушке находились водитель и пассажир. Очевидец начал снимать, когда машину уже подмял локомотив. Люди пытались вытащить пострадавших, но безуспешно. Тем более, что времени оставалось мало. На горизонте показался и еще один состав. Он смял автомобилю всю заднюю часть, однако до салона не добрался. Пассажир и водитель пережили ужас дважды, но остались живы. Погоня в Майами-Дейт закончилась для 33-летнего американца полным фиаско. На угнанном пикапе он сначала пытался уйти от владельца машины, который преследовал его на автомобиле друга, а затем и от полиции. Служители порядка подняли в воздух вертолет и шансы угонщика упали до ноля. На железнодорожном переезде он снес светофор и выскочил на рельсы, а потом пустился в бега. Но преступника задержала полиция. Им оказался рецидивист со стажем. А это видео показывает то, как не надо парковаться. Во Флориде водитель на Мазде врезался в патрульную машину, когда та остановилась на обочине. Обгоняя попутный транспорт, Шумахер выскочил на левую обочину и буквально протаранил автомобиль дорожной службы. Из-под капота Мазды повалило пламя, но водителя удалось спасти. Пьяному за рулем море по колено, а этому водителю похоже и выдвижные автоматические столбы. Лихач врезался в еврошлагбаум на полном ходу и, судя по видео, даже не пытался затормозить. Видимо, алкоголь в его крови прилично затуманил зрение. Зато хорошая реклама блокиратором проезда. Машина в хлам, а столб даже не наклонился. И маячок на нем продолжил светиться. Сошлись так, что пыль с толбом. Это про аварию в пустыне. Российский пилот КамАЗ Мастер попал в ДТП во время ралли Африка Экорак 2019. Уже на финишном отрезке седьмого спецучастка в его автомобиль врезался багги француза. Обоим гонщикам это стоило призового места, но кадры получились эффектными. Пилоты живы и здоровью ничего не угрожает. Чудо ДТП произошло на северо-западе Индии. Чудо, потому что в нем посчастливилось выжить 50-летней местной жительницы. Она сделала пару шагов назад и готовилась войти в храм Саибабы, но неожиданно ее сбил мусоровоз, который двигался задним ходом. Женщину откинуло в сторону, и она упала на асфальт прямо под машину. Но ни одно колесо на нее не наехало. Водитель остановил грузовик, только когда увидел перед собой пострадавшую. Кстати, она смогла тут же подняться. Осмотрелась, забрала свои туфли, которые остались стоять на том же месте, и все-таки сходила в храм. Чудом выжил и вот этот китаец. Он хотел открыть металлический шлагбаум для водителя грузовика. Но тот решил, что у него это получится быстрее. От удара створка отпружинила и придавила охранника к припаркованному джипу. Да так, что даже прогнулась. А потом отворилась и, повторно ударившись о машину, снова придавила рабочего. Ничего, судя по видео, тот устоял. Спасли ограничители на петлях. У лошадки нравстраптивы. Это про мини-трактор, который устроил шоу на серпантине. Водитель переборщил с газом и техника встала на дыбы. А потом стала катать людей в прицепе по кругу. Обуздать взбесившегося коня водитель так и не решился. Трактор нарезал с десяток кругов и в итоге съехал с обрыва. Часть пассажиров успели спрыгнуть. Есть спор, значит, в нем замешаны деньги. Желание его разрешить закончилось попыткой убийства. На этом видео видно, как во Флориде из окна джипа по этим мужчине и женщине открыл огонь киллер, но промахнулся. Стрелял два раза и оба раза продырявил фасад жилого дома. Полиция Броварда сейчас ищет нападавшего и сообщает, что стрельба была из-за денег. Субтитры делал DimaTorzok